Отдаю символ атаманской власти, своему первому заместителю, атамана кубанского казачьего. Вот так по старинной казачьей традиции сменилась целая эпоха. 12 лет кубанское казачье войско возглавлял Николай Дауда. И вот он отдал символ атаманской власти Буаву, своему первому заместителю. Теперь Дауда будет руководить всем российским казачеством. О значении новой организации на отчетном сборе говорит заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Казачество было, всегда и будет оставаться оплотом служения Отечеству. Никто никогда не изменит этого принципа. Президент, объединяя все войсковые сообщества, прежде всего ставит одну из важных задач о том, что в самом деле это тот элемент национальной безопасности, который создает условия использования вас для того, чтобы не допустить кровопролития в той или иной точке. 4 ноября прошлого года Владимир Путин назначил на должность атамана Всероссийского казачьего общества именно нашего земляка. Кубанское войско всегда было на лидирующих позициях. Пережив фактическое уничтожение в советские годы, справившись с лихолетием 90-х, уже в начале 2000-х, оно принимает нынешний облик. За 12 лет удалось поднять статус казачества, добиться уважения у населения и стать реальной силой. Сегодня в регионе служат больше 55 тысяч реестровых казаков. В соцсетях там эти лодыри, которые сидят дома в тёплых квартирах, когда казаки на улицах 100-х, и размышляют там, надо ли нам казачьи, трушины, умеют ли они это делать, знают они, надо, это наша земля, это наш дом. И в нашем доме зашли мы наводить порядок. Мы сейчас значительно отличаемся далеко от тех казаков 90-х годов, как они были. Когда льют грязь на нас, посмотришь в телевизор, да его по обличью видно, что он не казачьего рода, что он тут случайный человек. И он рассуждает о том, как мы должны жить, какие нам обычаи свои соблюдать, что нам делать, что не делать. Не нравится? Вот вокзал, чемодан и вперёд. Николай Дауда ручается лично за каждое из 557 первичных обществ, ведь все они были под его неустанным контролем. Сложно вспомнить районное собрание без войскового атамана, потому и уходить непросто. Дорогие братья-казаки, тяжело уходить. Искренне говорю, тяжело уходить, но уходить надо. Надо сконцентрироваться теперь уже на задачах, которые ставит руководство страны. Ещё раз благодарю вас. Благодарю вас за всё. Благодарю за то, что мы были рядом. За то, что вы меня понимали. За то, что вы меня поддерживали. За то, что вы меня избирали. И первый раз, и второй раз. Я никогда этого не забуду. И находясь на новой должности, поверьте мне, я буду всё делать для того, чтобы продвигать именно идею и идеологию российского казачества. Это уже в новейшей истории казаки официально вошли в систему правопорядка. Они стали вместе с полицией охранять спокойствие родных сёл и городов. Ни одно крупное событие на территории Кубани не обходится без их участия. К 2020-му патрульных казаков уже больше полутора тысяч. На отчётном собрании губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня люди в традиционной форме и попахах вызывают всё больше доверия у жителей края. Уважаемые господа атаманы, господа казаки, обращается ли к вам народ, жители нашего края, господин казак, помоги. Господин казак, наведи порядок. Господин казак, и люди должны ощущать спокойствие, потому что господа казаки не просто где-то, они среди людей, они в их повседневной жизни, они вокруг них, а люди своими господами казаками. Вот к чему мы идём, вот что нам нужно, вот это основная цель казачества. Теперь казаков можно увидеть не только в патрулях на улице. В каждой школе региона именно они охраняют спокойствие детей. Малыши и взрослые уже привыкли, что на посту настоящий защитник. Кроме того, под их наблюдением уже больше 2300 государственных и муниципальных учреждений. Казаки охраняют собственную столицу, собственные города, школы. Почему мы на это пошли? Это же не только потому, что казаков обеспечить работой. Ментальность молодёжи нужно менять. Если мальчишка или девчонка идёт в школу, и её или его встречает казак и несёт охранную функцию, и выходит из школы мальчишка и девчонка и провожает казак, который продолжает нести охранную функцию, то в его понимании это уже тот казак, который охранял его и в детстве, и в юности. И сегодня мы должны продолжать темпы, чтобы все школы Кубани охраняли казаки. И детские сады Кубани охраняли казаки. И государственные учреждения от маленького поселения до краевой столицы охраняли казаки. Да и сами школы всё чаще выбирают казачью систему воспитания. В регионе такой статус присвоен 60 образовательным организациям и 4500 классам. В подобных школах большое внимание уделяется традиционным ценностям – изучению старинного быта. Это формирует у молодёжи уважительное отношение к культуре родного края. Становится всё больше кадетских корпусов. Казаки участвовали в ликвидации последствий страшного крымского наводнения, чрезвычайных происшествий в Туапсе, Хадыжинске и Ейске. Стали проводить военно-полевые сборы, тренируя навыки защиты Родины. Губернатор Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко за эти заслуги благодарят атамана. Огромные слова благодаря Николаю Александровичу за то, что сегодня другое казачество, которое было и 20 лет назад, и 15, и даже 5. Другое казачество. Сделано много во всех направлениях. Но теперь нам нужно, ещё раз подчёркиваю, дожать на все 100%. А потом новые точки роста для себя выявить, создать и тоже опять рвануть. Рука об руку казачество и депутаты ЗСК разрабатывали такие нормативно-правовые акты, как закон о привлечении государственной и иной службе членов казачьих обществ кубанского казачьего войска в Коснодарском крае. Мнение казачества учитывалось при создании законов об основе регулирования земельных отношений, о патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Уверен Николай Саныч, как никто другой справится с возложенной на него задачей. Завершая своё выступление, хочу поздравить Николая Саныча от имени моих коллег-депутатов Законодательного собрания края с назначением на высокую должность. Казачья экономика поддерживает собственный бюджет войска и пополняет региональный. Именно для этого по решению губернатора местные общества стали получать сельскохозяйственные земли. Сегодня кубанское войско стало единым, чётко отлаженным механизмом. Это уже новая история казачества Кубани. Много исторических век, преемственность поколений, союз казачьей молодёжи. Из всего этого складывается новая история казачества. На отчётный сбор со всего края приехало больше тысячи казаков. От руководителей первичных обществ до районных атаманов. На новую должность Николая Дауду проводили под громкое «Люба» и под новый гимн уже Всероссийского казачьего общества. Субтитры создавал DimaTorzok